МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Смирнов. Он поделился информацией с главами сельских поселений о том, что в течение ближайшего времени обязательно состоится его поездка по району с целью оптимизации работы своего подразделения. Олег Владимирович также сообщил, что в селе Винницы уже установлен новый банкомат, чтобы жители могли пользоваться услугами Сбербанка в любое удобное для них время. Ключевым пунктом заседания стала информация об исполнении бюджета Подпорожского района за первое полугодие текущего года. Перед депутатами выступила представитель Комитета финансов Галина Мишакова. Следующим вопросом, рассмотренным на совещании, было утверждение прескуранта цен на подписку районной газеты «Сверские огни» первого полугодия 2014 года. А также были утверждены цены на платные услуги, оказываемые информационно-полиграфическим комплексом. Также была затронута тема транспортного обслуживания населения нашего района. Как известно, местное предприятие «Автогарант» не вполне справляется с перевозкой пассажиров в городе и районе. По словам Василия Масихина, главы муниципального образования, решено помогать частникам, занимающимся пассажирскими перевозками. Если те согласятся работать на менее перспективных рейсах, их будут частично финансировать из бюджета. Одним из пунктов заседания Совета депутатов также стал вопрос об отчуждении муниципального недвижимого имущества Подпорожского района посредством дарения в муниципальную собственность вознесенскому поселению. Вознесению уже передали артезианскую скважину и земельный участок, на котором она расположена. Хорошая новость для медицинских работников, проживающих на территории нашего района и вынужденных снимать жилье. Им предоставляется 50-процентная компенсация за аренду квартиры. Для этого необходимо составить договор аренды жилого помещения. Хорошим подарком для юных спортсменов отделения футбола детской и юношеской спортивной школы Подпорожья стало появление комплексных раздевалок. Этот объект рассчитан на 30 человек. Заказчиком модульного здания стала Подпорожская администрация. Тендер на выполнение работ по изготовлению и установке нового комплекса выиграла фирма из Новгородской области. Теперь юные футболисты в комфортных условиях после спортивных тренировок смогут принять душ, да и за сохранность личных вещей им беспокоиться больше не придется. 19 сентября на переправе через Свирь в Вознесение междугородний автобус «Лиас», следовавший по маршруту Волок до Петрозаводск, с трудом выехал с парома. Все дело в том, что металлический аппарат для въезда на паром сделан под легковые машины. Для автобусного колеса он должен быть шире на целый метр. При съезде колесо прошло мимо, вследствие чего был порван шланг сцепления и автобус сел на двигатель. На помощь пришли матросы и пассажиры парома. Вторую неделю связь между населенными пунктами двух берегов Свири в устье Онежского озера поддерживает буксир РТ-328, сменив своего предшественника самоходный паром СП-28, который встал на ремонт двигателей. Посадочная площадка вышедшего на вахту буксира сильно изменилась. В дополнение к уже имевшейся кабине для пассажиров на 20 мест оборудована навесом и скамейками зона для пассажиров еще на 60 мест. Площадь, предназначенная для перевозки автотранспорта, значительно сократилась. Соответственно, сузилось и пространство для маневра автомобилей во время их размещения и съезда с парома. 27 сентября в Подпорожье на спортплощадке третьей школы прошли межрайонные соревнования. В программу состязаний вошли легкоатлетические дисциплины. Это и бег на 100 метров, и метание мяча, прыжки в длину с разбега, а также встречная эстафета. Спортивные соревнования проходили в два этапа. Первыми испытать свои силы смогли школьники района, поселков Никольский, Важен и Вознесение, а также села Винницы. Затем участие в соревнованиях приняли городские школьники, а также команды из двух учебных заведений Ладейного поля. По итогам состязаний победители получили грамоты. В эшелонах местной власти соревнования заслужили положительную оценку и заявление в дальнейшем продюсировании подобных мероприятий.